привет всем пошли в испытание пробуждение сака это тот самый челлендж который был добавлен после того как появился меч в игре тут тоже щит и тут браслет я не знаю браслет был в зельде или нет и этот забег до матери меч если им спамить вот так то можно спамить как как ты нажимаешь так он и используется его дальность растет с твоей дальностью а скорострельность его не контролируется скоростельностью но зато если у тебя много скоростельности его сильная атака будет заряжаться быстрее он не отталкивает выстроим назад но вот это вот усиленная атака отталкивает также он и тебя пихает назад что может быть неудобным ключик бы найти для библиотеки также если у тебя не максимальное количество здоровья то он перестает стрелять вот этими маленькими выстрелами ключ но усиленная атака будет всегда так делать усиленная атака будет стрелять на постоянку полет приятно браслет особо видимо не по не поможет он достаточно сильный я им как-то уже другом забеге пользовался и собственно это такой вот челлендж до матери видите туда же нету пути дальше вас заставляет идти через альт путь у меня даже нет выбором с этой книжкой у меня вообще со здоровьем никакого проблемы никаких проблем не будет так скорость мечом можно пользоваться двумя способами либо как я сейчас собственно просто подхожу в упор и спамлю либо можно каждый раз заряжать атаку и относительно на безопасном расстоянии наносить урон проблема этого в том что если ты заденешь во время зарядки колонью врага то меч исчезнет и твоя заряженная атака пропадет это то что меня обычно останавливает че так много тролльбом и за и вот это вот такой вот мелочи вот ты заряжаешь и задел кого-нибудь случайно почему я не могу его задеть ладно неважно задел и меч пропал и это очень противно я возьму false phd это будет повышать мне урон и вот это вот все еще три вопроса значит это та которая проклятие наносит почему бы и не взять глаз гаппи мне не нужны ключи или бомбы для того чтобы пробираться дальше так что можно их не экономить как это обычно бывает сейчас все нормально это видимо только на том боссе как то странно было я подумал может быть вниз он не будет исчезать так тут на пиржаном так что нужно осторожно с такими комнатами перейдешь взрывается это тоже самая моногоножка она просто другого цвета если собрать конжойна то на обычной взмахе ничего никакого эффекта не будет оказано если у тебя трипл квадро там или еще что-нибудь такое или конжойн то вот этот вот сильный взмах он начинает бить несколько раз и так как лично я сильный взмах почти никогда не использую мне это не очень хорошо поможет поэтому конжойнут я не особо стремлюсь собирать синее сердце было видно что она в костре это эффект глаза гаппи глаз гаппи показывает что внутри сундуков что внутри киперов и костров но к сожалению он не работает на черепа не работает на какие там горшки и так далее то есть специальные камни он работает на сундуки на мешочки тоже на костры вот здесь тоже видно что сердце есть давай заберем главное случайно не взорвать зеркало так как где белое сердце не сердце костер а вот же он в маленькой комнате мне нужно обязательно сходить за частью ножа и у меня сейчас один хп сейчас я наверное буду более сейфово вот так вот заряжаю заряженную атаку использовать так этого чего надо подождать чтобы он выплюнул свою воду в данном случае говно да уж генерация еще такая эти какашки делают два рывка поначалу это крайне непривычно так часть ножа забрали часть ножа это единственная причина почему в этом челлендже на этом этаже есть золотая комната потому что ей нужно быть после я не буду убивать потому что опасно потом потом можно будет открыть мантию святую когда вы будете забирать нож у вас будет в каждой комнате защита на одну тычку но для этого надо 900 монет в греб машину но если округлить там восемьсот девяносто семь по моему монет нужно и после этого нока у лоста во первых мантия будет со стартом даже не со старта это будет не как предмет а просто эффект давай скорость возьмем и также это будет действовать на этот белый костер то есть вы превращаетесь здесь в лоста и будете получать мантию так что сейчас я один раз матерь убил прошел этот челлендж но потом я на матерь не буду ходить пока не открою эту мантию потому что без нее очень рисково по хорошему надо сначала пойти в грид задонатить туда 900 монет а лучше сразу тысячу а потом уже все остальное делать с другой стороны когда у вас больше персонажей открыто грид мод куда более эффективно играть за разных персонажей хочу я затыкать наверное у меня будет много сердец дело в том что есть еще порченные персонажи в игре я не буду его взрывать я не буду его взрывать и свитки мне не нужны тоже то есть если сначала хотя бы раз убить мать то ты открываешь доступ к бесту а доступ к бесту это доступ к торчным персонажам два плохих прихода забавно сейчас я получил урон но использовал плохой приход в момент кадров неудивности таким образом можно его использовать относительно бесплатно я могу забрать часы в принципе я не знаю нужны ли они мне да нет наверное нет мне нужны пилюлька немного скорости так что я согласен скоростейность почти бесполезна она будет полезна только если я буду использовать сильную атаку меч кстати очень сильно синергирует с полифемом от полифема меч становится на полную на всю комнату и это это нереально круто вот смотрите я сейчас теряю половинку сердца прожимаю во время кадров неудивности и получаю черное сердце если без этого делать то ты потеряешь сердце и получишь сердце не выйдешь в ноль просто великий гадеон это очень большая башка гримаса у него я тут подобие гритмода шесть волн нужно пройти и он так же сам умеет атаковать это атака достаточно легкая типа там просто большой выстрел на 8 разделяется без рандомов но когда он всасывает камни снизу тут надо специально стрелять вниз чтобы камера двигалась если вы с активной камерой чтобы видеть и так же он почти всегда делает вот такую волну но беспокоиться не стоит не стоит тут типа всегда есть проход хотя бы один это предусмотрено нету это самое разочаровывающее в этой игре наверное нету с энергием с бремстоуном с энергии нету у ножа не существует если я не соберу нож и попытаюсь пойти дальше то есть тут люка нету как видите и сюда я просто не могу попасть меня обязывают собрать нож я пройду этаж я бы мог сейчас бомбами открыть дверь но посмотрю что еще на этаже есть у меня много денег для магазина так эти зажмуренные так что они по диагонали стреляют с мечом точнее с ножом мамы есть синергия у меча он будет улетать перед персонажем и делать оборот на большом расстоянии что усиливает очень сильно его заряженную атаку это не то что я здесь хотел увидеть щит конечно очень хорошо синергирует с мечом впрочем не удивительным есть подозрение что нет у меня нет подозрения тут не может быть секретки тогда я понятия не имею этот очень странный этаж может быть здесь мне нету пошли полета меня тут лишают а нет показалось блин ну я получается зря перезашел а почему был полет а иногда полет здесь остается но в этот раз это какой-то бакс работал видимо странно тут типа тебя и превращение все убирают и предметы все удаляют возвращают статы к стартовым хорошо что здоровье не возвращаются к стартовому но если персонаж здесь обладает тем что у него было со старта и со старта у него изначально был полет а за зелем например то и здесь будет полет и персонажем с врожденным полетом здесь вообще халява между камнями есть специальные такие вот пробелы чтобы кидать туда бомбы это комната с тремя монетами но они мне ни к чему сейчас я не успел ладно а сюда успел тут можно пройти по диагонали а можно уничтожить бочку типа вариативность карту силы я наверное оставлю на финального босса чтобы быть сильнее этот забег в сумме достаточно простой но вот мать и рубить здесь очень даже сложно потому что меч чтобы пройти этот челлендж надо прямо хорошо изучить атаки матери думаю сейчас мы этим и будем заниматься при том что в этом забеге у меня еще и карта карта гуя книжка которая дает сердца и у меня из-за этого вообще все очень хорошо настолько хорошо что я просто так ради прикола взял гримстоун это дальность слишком большая дальность я не уверен что хорошая типа урон наносит вот это именно вот этот вот взмах который отображается если он будет слишком далеко будет достаточно неприятно мне некуда тратить деньги так что давай ладно лопата в этом челлендже не работает так как обычно типа с одного этажа на другой можно перейти если это первый мавзолей вот с первого мавзолея на второй можно лопату использовать вот забавная комната надо просто идти ну и у меня здесь полет есть так что не важно капельницы лопата тебя не пропустит с второго этажа от пути куда либо еще сирена шот спит ничего не будет давать а вот блудница это хорошо блудница это полтора урона и скорость я согласен и карта силы не повредит мне использовать блудницу если у меня изначально не будет сердец если я зайду в комнату с активированной блудница и потом прожму карту силы у меня до конца комнаты все еще будет эффект сохраняться часть гаппи как гаппи на меч вообще работает по моему не особо хорошо я не помню чтобы я с мечом собирал гаппи дело в том что я в принципе с мечом не люблю играть это один из моих нелюбимых предметов потому что он очень узконаправленный и с ним большинство финальных боссов становятся неудобными собственно в этом челлендже буквально та же самая ситуация ты как бы проносишься мимо всех этажей а потом доходит очередь финального босса и ты просто сосешь бибу потому что если цель не умирает за 2 секунды то умирать начнешь ты банда уже не нужен конец забега уже скидка в кипере золотые комнаты здесь отсутствует кроме второго этажа я могу успеть на боссараж это же 2 да геяна 2 пошли на боссараж телепортнёмся с него украдем что-нибудь главное сначала пойти на боссараж потом уже открывать дверь дверь можно открыть и раньше типа вот вот я ее открыл да хп я не беру потому что бы униться мне главное туда не заходить сейчас потому что после того как я убью мамино сердце ничего хорошего можно не ждать ну то есть на этаже просто ничего не будет как будто вы зазеркали собственно это тот же самый эффект терза мне не нужна но я могу попытаться т8 использовать и сделать очень много себе дамаги и раз уж это боссараж то можно прямо здесь это использовать так же можно и остаться вот с такой дальностью в принципе но я хочу себе настакать дальность вместе с уроном где а он вот так замахивает собственно когда у тебя меч ты такое делаешь всегда а не помню сколько у меня было изначально урона кстати это проблема я не запомнил какой у меня изначальный урон стандартный сейчас у меня 8 так давайте посмотрим сколько у меня дамы шапов вообще было один нет 222 у меня полтора урона от окей окей все до свидания хорошо до свидания 16 урона я согласен я согласен боссараж хорошо позволяет заряжать активки чем я сейчас и воспользовался так карту силы с собой давайте еще поролим это на одного босса сработает так что пусть будет и если я сейчас буду заносить деньги мне их не хватит на покупку нормально D8 сработал очень даже вовремя и очень даже сильно дальность правда вполне обыкновенная точно у меня же два заряда все теперь главное вот сюда не уйти после телепорта у меня такое было что я проходил босс раш и возвращался сюда и такой пошли просто дальше по привычке но это сейчас я не могу сюда зайти а вот в обычном забеге атаки этого сердца очень сложные у него есть вот такие атаки которые обязывают просто стоять в нужном месте но есть другие атаки которые прямо очень вредные а она видимо решила просто самую легкую атаку использовать иксель это значит что здесь сразу же будет финальный босс я не против минус удача ну это дамаг пролище то черное сердце но мне сейчас оно не нужно есть один враг которого если у тебя хороший билд ты никогда не увидишь вот с этих коконов появляется вот он и его стоит подождать хотя бы один раз для того чтобы добавить в бестиарии есть ачивка заполнения бестиария также на этом этаже есть еще один враг который которого тоже надо специально ждать этот враг появляется на финальном боссе на первой фазе финального босса сложный вот этот вот босс тут вообще в трупе почти все боссы сложнее чем сама матерь на удивление эта атака была легкая у этого босса у него есть вот эта атака которая очень резкая и есть похожая атака давай да это она мало того что она очень резкая так тебе еще и надо дожить пока она длится вот эти две атаки они настолько резкие что то проблемы прям постоянно вызывают пошли за черным сердцем а нет мне не нужно черное сердце я сейчас карту силы применю у меня все равно последнее сердце отнимется ну чё матерь давайте разберем вот эту атаку доджит лучше вот здесь эту атаку надо стоять слева и ждать когда они начнут разворачиваться они как бы разворачиваются потом в тебя летят эту атаку можно отталкивать ножом вот так вот но давайте посмотрим что будет если не будет ножа нужно всегда заставлять ее стрелять фистулу по центру потому что иначе она может оттолкнуться в непроизвольных углах от этого ножа можно вот так вот доджить но иногда 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 выстрелы летят очень неприятно и вот это вот уникальные враги которые появляются только в этой фазе они называются мертвый айзек собственно вот она вот он этот выстрел как вы видите в углу здесь стоять можно но не всегда то есть это как повезет поэтому атаку с ножом надо доджить именно по центру стоять ну а фистула да фистулу надо просто чуть-чуть огибать и есть еще вот эта атака она достаточно неудобна из-за своей резкости вот здесь надо стоять и чуть-чуть компенсировать выстрелы которые случайные обычно это очень даже стабильно этих можно убивать но можно просто слева направо так вот если их убивать то она их не будет в тебя кидать это никак не укорачивает саму атаку собственно это все атаки первой фазы она почему-то ни разу не выпустила этих личинок из своей левой руки она это умеет делать и проблема в том что они пытаются поворачиваться в том же самом направлении в итоге они из другой руки но при этом действуют одинаково и от этого сложнее их доджить типа с правой руки ну с нашей точки зрения правая рука нужно стоять слева но когда левая рука нужно стоять справа но потом сразу же налево уходить потому что они все еще разворачиваются под тем же самым углом надеюсь я сейчас покажу как это выглядит ну нет не покажу ладно сейчас тут комната удлиняется и здесь эта атака вращается надо вокруг потом смотреть куда они разлетаются и просто тоже самое банальное она немножко присасывается к центру так что вы никогда не зажметесь от этой атаки затем эта атака тут всплески сверху видно она либо слева либо справа и много скорости для этого не надо надо просто обращать внимание с какой стороны всплески эта атака доджица велением лево право лево право лево право и остается ровно одна атака которую мы еще не видели в этой фазе вот это мечом здесь нельзя атаковать потому что меч отталкивает меня здесь нужно запомнить на какое расстояние отходить потому что полосы которые предупреждают атаки они не всегда видны они не всегда видны а ну и все вообщем во второй фазе единственная сложная атака это вот которая сетку делает из выстрелов они очень неприятные тем что как раз таки не видно откуда лететь откуда летят когда ты снизу находишься они сверху целятся нужно просто как бы запомнить механическую память себе разработать что вот ты отходишь ровно на такое вот расстояние когда происходит атака расстояние там всегда одни и те же нужно преодолевать так что если вот запомнить на какое расстояние двигаться она в общем не рандомная она всегда пытается тебе порезать посередине ну и мы открыли как раз этот меч это ангельский предмет я не рекомендую его открывать потому что он на финальных боссах просто сосет просто сосет на финальных боссах и кстати матерь это самый справедливый финальный босс потому что у нее все атаки не как-то не препятствуют друг другу она сначала одну заканчивается рая начинается и все атаки у нее вполне такие понятные они сложные изначально но сейчас вы видели что на самом деле они не настолько сложные если просто знать их другое дело какой он делируем даже когда ты знаешь что он делает он все равно будет сложным он всегда рандомный он всегда бесится и так далее так что представьте с этим мечом на делируем идти ну что вы с ним сделаете ничего просто умрете из-за того что этот меч сосет на финальных боссах его не стоит открывать но казалось бы просто выкинь и все да просто не подбирай если он тебе не подходит но при этом он засыряет пул ангела но есть еще одна причина по которой не стоит его открывать изначально немножко заспойлерю порчный эдем при получении урона ролит себя и если вы идете на нем через ангельские сделки вы периодически будете получать меч который открыт если он закрыт вы не будете получать меч и это его очень сильно портит вы не можете полагаться на ангельский пул играя порчным эдемом когда открыт меч именно из-за него меч лучше изначально не открывать если я спидраню я всегда сначала прохожу его полностью порчного не этого а потом уже открываем меч в общем да это два основных две основных причины почему рано не стоит открывать этот меч конечно же я знаю что я не люблю этот меч но нельзя отрицать очевидного что на каком-нибудь делируеме или там мега сатане он просто спасасет ну что ж до скорого